Исключительно теплый и одновременно темпераментный вечер, как-то я не очень ожидал этого, ну я знал, что будет встреча добрая, но не ожидал такого многообразия, таких многих красок. И, вероятно, преувеличенных восхвалений, что, собственно говоря, видимо, диктуется традициями, а также жалостью к возрасту. Я вас всех благодарю. И я выбрал один юмористический кусочек прочесть, я его прочитаю, это написано довольно давно. Но перед этим я хотел бы вам сказать давняя моя мысль, но как-то не приходилось ни с кем об этом говорить. Я сейчас здесь и руководство республики, и творческая интеллигенция. Я хотел бы напомнить о том, что в Абхазии жила величайшая женщина, жена Нестора Лакобы. Вы знаете, когда Берия отравила Лакобу, и я это смутно время помню, мне было 36-й год, 7 лет было, я помню улицы вычурненные людьми, ходили хоронить. Но потом мне рассказывали, что когда правительство, страшно растерянное, пришло к ее дому, открылись двери и сказали, что Лакоба погиб от грудной жабы Тбилиси, она на всю улицу закричала, он не погиб, его Берия убил. Потом, как вы знаете, начались страшные процессы, все это известно, и все это было и в Москве, и в других местах. Но, может быть, в Абхазии они проходили с особой жестокостью, вероятно, личного отношения Берия к Абхазии. Он хотел, но, устроить процессы вроде московских и объявить Лакобу турецким шпионом. И, главное, самым убедительным доказательством того, что это правда, должна была выступить его жена, с которой он якобы делился этими своими тайнами. Ну, то, что все это вранье, все доказано, и известно, что Берия очень пристально следила, чтобы она живой и предавшей, конечно, своего мужа выступила на процете и рассказала то, что он хотел. Но она оказалась единственным человеком, насколько я знаю, из известных людей, которая не сдалась. Я считаю, что это женщина величайшего духа. Ее вбрасывали без сознания в камеру. Об этом даже есть свидетельство и грузинских женщин, с которыми она сидела. В конце концов, она с ума сошла от пыток и умерла в тюремной больнице. Я много раз думал написать о ней, но, вы знаете, что-то меня останавливает, останавливает то, что при такой страшной, при таком страшном нечеловеческом сюжете и выдумывать какие-то пытки как-то бесчеловечно. И мне кажется, ну, может, когда-нибудь это будет как-то легче осознать. Но сейчас, чтобы об этом написать, надо было бы хотя бы приблизительно знать, что с ней делали. Ну, понятно, поступали бесчеловечно. Но, чтобы о ней именно написать в наше время, хотелось бы знать конкретно, но я конкретно ничего не знаю. Но конкретно считать ее величайшей женщиной нашей страны, не только Абхазии, а всей России, нам никто не помешает. Потому что ее величайшее мучение – это исторический факт. Это исторический факт, что она верность мужу, верность правде его жизни поставила выше своей жизни самой. У нее был эпизод, где я читал в каких-то воспоминаниях, когда ей дали встретиться с родственниками в Твилиси, в КГБ. Она уже многие месяцы никого не видела, она бросилась к ним, ласкаясь и так далее. Но в процессе разговора выяснилось, что все они сознались. И здесь хватило силы мужества отстраниться от них, сказала, я вас не хочу знать и не буду знать. Мне кажется, что Абхазия должна этой величайшей женщине поставить памятник. Этого памятника в Абхазии не хватает. Вот я хотел бы, чтобы люди, конечно, любящие, понимающие, что случилось в то время с Абхазией, и болеющие за эту великую женщину, нашли бы и достойного скульптора, и места. Но я считаю, что я доживу до памятника великой Сарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!